Всем привет, друзья! Я наконец-то добрался до микрофона. Всем привет! Наконец-то добрался до седьмой серии. Давайте заценим. Концовка прошлой серии была очень жесткой. Короче, в предыдущей избили Адиля, в предыдущей досталась Сари. Посмотрим, кому достанется в этой серии. Надеюсь, никому из положительных героев. Всем привет! Меня зовут Зарина. Я исполняю роль Сары в сериале «Эскорт». Спасибо, что смотрите и поддерживаете наш сериал. Специально для вас мы решили разыграть эксклюзивные боксы с очень интересным содержанием. Условия конкурса просты. Вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк серии и оставить комментарий. Количество комментариев не ограничено. Чем больше комментариев, тем больше шансов выиграть. А можете мне просто так подогнать этот бокс? Вообще без... Возьми, пожалуйста, телефон. Продолжение следует... Продолжение следует... Прости меня, пожалуйста. Я знаю, как для тебя это важно. Но вчера кое-что произошло, я не успела к тебе навстречу. Ты уже написал это. Когда ты мне вчера не отвечал, я подумал, что с тобой снова что-то случилось. Пожалуйста, 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 не лезь в это дело, ладно? Для тебя это просто так не кончится. Сара, это моя родная сестренка. Родная, ты понимаешь? Понимаю. Если я не найду, кто это сделал, этого никто не сделает. Я ведь уже ничего не... Я понимаю, ты переживаешь, боишься. Поверь мне, все будет нормально. Кстати, в том телефоне, который я нашел, были два номера. Я хочу найти, кому они принадлежат. Ты же только что говорил, что не будешь рисковать. Я не буду рисковать. Я просто отдам телефон полиции. Пусть сами прибивают, сами находят. Ответь. Может, тут что-то важное. Нет, это не важно. Мне... Мне идти пора. Может, я провожу? Пойдем. Калима. Ты что, ответила? Адрес тебе отправлю. Клиент просит черную помаду. Я не пойду. Почему же? У тебя сегодня нет заказов, так что ты пойдешь. Нет, Калима, я не пойду. Я не хочу. Послушай, мне надоело. Я хочу уйти. Милая моя, я знала, что ты созреешь до этого разговора. Конечно, я тебя не держу. Правда? Калима, я не ожидала. Калима, правда, спасибо. Правильно. Все так просто. Что не ожидала. Ты что думаешь? Я тебя просто так отпущу? Я в тебя столько бабок вбухала, а ты еще даже половину моих инвестиций не окупила, девочка моя. Ты хочешь, чтобы твои родители отвернулись от тебя, увидев, как ты трахаешься за деньги? То, что видел тогда твой отец, это так просто, чтобы ты понимала. Да, какая же ты сумка. Сука, да. Возможно. Но я даю возможность тебе заработать и кормить семью. Откуда такая неность? Ты думаешь, ты смогла бы жить так же, как сейчас на зарплату у банки? Сомневаюсь. И еще. Твой отец давно уже сдох. Не смей мне говорить такие вещи, Калима. А то, что ты держала меня за дуру, думая, что я не знаю о ваших встречах с Муфтаром. Он никогда не бросит свою жену, она его все, ты понимаешь, да? Все деньги, которые у него есть, это ее бабки. Я не знаю, зачем он ей нужен, и не знаю, как она еще не добралась до тебя. Ходит слушок, что она легко избавляется от любовниц. Она тебе еще деньги не предлагала? А я тебя предупреждала. Целый год толпычила. Нельзя рушить семьи. Жены этих мужиков, таких как ты, никогда просто так не оставят, ты понимаешь? Ох, Калима. Ты плохо меня знаешь. Я готов бросить все ради меня. Наконец-то. Наконец-то ты созналась, что спишь не за моей спиной. Так, да? Ну, хорошо. В таком случае, ты вернешь мне все деньги за ваши свидания. И продолжишь работать на меня. Только я решаю, когда тебе уходить. Усекла? Ну, это хорошо, что ты сама пришла, все рассказала. А то наша дорогая Уизочка втихую хотела свалить. А теперь из-за всю жизнь со мной не расплатиться. И муж ее узнал, что она здесь далеко не бухгалтером работала. Что такое? Что? Больно? Слезами дело не поможешь. Ты должна мне пять лямов. Так что будь добра. Принеси до понедельника. Где я тебя найду? Меня не колышет. Будешь пахать, как лошадь, начиная с сегодняшнего дня. Не забудь черная помада. Так, вот. Думай, Сара. Сара, думай. Ты бы купила для своей дочери купу с ашамом на лице. Никому не нужен бракованный товар. Сара, думай. Пойдем, я уйду. Да уж, и надо ведь увидеться с ним. Пусть 5 лямов заплатит за косяк. Сар, прости меня, пожалуйста, ты же знаешь, как я к тебе отношусь и как меня раздражается эта твоя работа. Согласен, я поступил как животное. То, что ты сделал, ужасно. Я тебя люблю. Я все сделаю ради тебя. Любил бы, давно ушел от своей жены. Ты же знаешь, она может отобрать все имущество. У меня брачный договор. Он меня связывает по рукам и ногам. Мухтар, у меня появилась проблема. Что случилось? Калима. Она узнала, что мы встречаемся с тобой за ее спиной и теперь хочет, чтобы я выплатила ей деньги до понедельника. Иначе она все расскажет моим родителям. Сколько? Из миллионов. Из миллионов. Я дам тебе эти деньги. Спасибо. А что потом? Вот ты говоришь, уходи со скорта, уходи со скорта. А как? Расскажи мне. Неужели ты не понимаешь, что она меня просто так не отпустит? И просить нужно не меня, а ее. Хорошо. Я решу этот вопрос. Правда? Да. Не переживай. Слушай, помнишь, ты говорила, что видела меня, как я выходил ночью из гостиницы? Я действительно выходил тогда? Я ездил в загородный дом, чтобы вытащить из сейфа все документы. И оформить имущество на третье лицо. Ты все-таки был в том доме в ночь убийством. Да, я просто забрал документы и все. Я же не знал, что там произошло. Я надеюсь, ты не думаешь, что я мог что-то совершить? Нет, я не думаю. Я просто... Все, Сара, не переживай. Решу вопрос с Колемой, я разведусь с женой. Все будет хорошо, только потерпи немножко. Ладно? Хорошо. Ну, это пиздец, товарища. Так, давай подытожим. Тебе до понедельника надо найти пять лямов. И Мухтар тебе может в этом помочь. Но при этом он сейчас разводится с женой, чтобы быть с тобой. Но ты этого не хочешь. Потому что полюбила Адиля. Да. Отказать Мухтара ты тоже не можешь, потому что тогда он тебе не поможет. А если он тебе не поможет, твои родители Адиль узнают про твой маленький секрет. Как-то так. И еще ты подозреваешь Мухтара в смерти Айнуры. Типа того. Это, конечно, пиздец. Да. Пиздец. Ты лучше мне скажи, что делать. А что тут делать? У тебя нет выбора. Тебе надо использовать Мухтара, чтобы отбиться от Калимы. И уйти потом к Адилю. Из твоих уст это так просто звучит? Угу. Во-первых, Мухтар этого меня никогда не простит. А когда Калима узнает, что мы с ним разбежались, она снова возьмется за меня. Тогда Нурой компромат на Калиму. И если она опять начнет тебе угрожать, угрожай ей в ответ. Хм. Ты плохо знаешь эту суку. Добром это точно не кончится. Тогда у тебя нет выбора? Иди, расскажи родителям, Адилю. И надейся, что они тебя поймут и простят. Это вообще не вариант. Тогда решать тебе. Все, мне пора. Держись. У меня давно не было такой. У тебя явный талант. Все дело в партнере. А ты умеешь находить правильные слова? Я готов ко второму раунду. Что? А что не так? Да нет, это мило. И очень быстро. Мне кажется, ты та самая. И я могу с тобой хоть всю ночь. Можем это кси. А... А... Здравствуйте. А... Слушайте, я тут недавно с этого номера заказывал такси. И... Помогите, пожалуйста, не могли бы вы проверить последний адрес, куда заказывали с этого номера? Да, конечно. Секундочку. Спасибо большое. Вы записываете? А... Секундочку. А... Да, говорите. Улица Ладушкина, дом 14. Как? Улица Ладушкина, дом 14. А... Спасибо. А, девушка, тут такой момент. Я в тот день просто так изрядно выпил и оставил свой кошелек, деньги все. А откуда я заказывал такси? Да, конечно. Гранд-отель-премиум. Гранд-отель-премиум. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста, вы хотели... пострадать. Академия Гранд-от Caiaren Харим рус слушай не могут и проверить если тебе скину даты камера внешнего наблюдения и адрес хорошо брат очень-очень срочно нужно это вот родила мастер мама что спишь уже ты не приболел ты же знаешь да что ты не можешь все что угодно рассказать я всегда буду на твоей стороне звук неровный конечно ты же моя дочь здесь громко вы у меня самые лучшие и вами так а здесь тихо что-то не так просто давно не слышал таких слов у тебя вот она тихо не переживай вообще ни о чем я вижу ты устала иди спать спокойной ночи ночи покойной ночи мамочка я себя тоже люблю это все что в ней накопилось что она хочет сказать на самом деле но вот так вот пишут сынок тебе нужно устроиться на работу хватит уже валяться дома кстати я вчера поговорил с одним человеком он готов тебя взять к себе на работу я сам устроюсь на работу не хочу никуда не отказывайся ну хотя бы встретиться поговори с ним хорошо хорошо алло здравствуйте я извиняюсь за поздний звонок мы приходили к вам по поводу продажи дома я не помню все кто приходил да давайте завтра два я вам скину локацию что дальше так а дальше ты встретишься с ним он начнет тебя угрожать и под давлением ты расскажешь все как было что в тот вечер приходил твой отец и это он убил несчастную девушку и благодаря связям он замял это дело сынок сделай как я сказала мы с тобой давно это планировали и отступать уже нельзя каким бы козлом у меня был твой отец но он любит тебя и чтобы защитить тебя он возьмет эту вину на себя я даже не знал что можно вот так восстанавливать за как кстати какой телеграм у нее там кнопочный телефон что он она 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 Блин, как мне не нравится то, что показывают в конце серии то, что будет следующий и уже ловишь там какие-то кадры. Такс, давайте по серии, что-то как-то, ну неинтересно я бы сказал, тихо, спокойно как-то прошла, ничего такого по-моему сверхъестественного не было, Сара мучается, ну, из-за того, что опоздала ясен пень, я думал, кстати, знаете что, то, что он нашел в телефоне Том ее номер, но оказалось нет, просто там типа три каких-то номера, ну вот, и я не знаю, догадывается он или нет, сейчас у меня просто такое чувство, мол, он в курсе, что она как-то в этом замешана, просто, ну специально пока тянет время, ну не знаю, то, что Калима не отпустит Сару, это было, ну, просто так не отпустит. Изначально уже было понятно, и чё она там такая наивная, наивную девочку включила, типа чё, правда? Фиг знает, ну, должна была понимать. Вот, и, ну, глупый момент был с тем-то, что, ой, вот ты созналась все-таки наконец-то сама, да какого черта, ты и так все знала, зачем это нужно было, типа, фиг знает, чтобы, ну, официально запросить деньги. Короче, как-то, не знаю, по мне так глупый момент, ненужный вообще абсолютно. Вот, чтобы отойти, типа, бабки нужны, и, по-моему, он сказал пять лямов. Ну, а где ясен пень, ну вот, ну, где взять бабки, ну, конечно же, у Мухтара, и как удачно, что он все-таки написал, извинился, все дела, ну, поступок у него был конечно пипец ужасный, просто кошмар какой-то. Вот, ну, допустим, она говорит, типа, что, ну, просит его вернуть, то есть, долг, как бы, калимея, он как бы расплатится, решит этот вопрос, но потом она просто так от него не уйдет. Ну, не сможет она просто так уйти от него. И не факт то, что калима в итоге не скажет все родителям, когда узнает, что они разбежались. Короче, такой момент. вот, узнал то, что Мухтар все-таки был в доме и забирал там документы какие-то. По-любому вообще они все замешаны там, все это семейство, и Мухтар, и мать, и сын, короче. Мне кажется, они... А, хотя нет. Не может быть такого. Мама же против него, в итоге все это хочет провернуть. Ну, то есть жена. Чёрные губы, ну, такое себе, если честно, не знаю, мне никогда не нравилось. Красные, круто. Чёрные, ну, не знаю. Очень милый момент то, что Адиль предложил съехаться, и диалог параллельно велся. Это все было забавно. Вот. Адиль красавчик. Вот. Адиль в этой серии красавчик. Копает, узнает постепенно какие-то адреса там. Отель, не отель, как, докуда ехал. Ну, как он, типа, там телефон как будто кнопочный. Ну, какой телеграмм, я вот этого вообще не выкупил. Там же обычная плюшка. Либо он через комп как-то зайдет к ней в телегу. Ну, не знаю, короче, я не выкупил этот момент. Диалог с мамой. Я уже сказал свою главную претензию. Мама слишком громкая по сравнению с Сарой. Не то, что та уставшая, как бы, нет. Просто, ну, реально, мама очень громкая тут. Вот. Все остальное было ровно. Как появляется мама, бух, как заорала. Я аж охренел. Вот. Хороший, ну, нормальный момент тоже с тем, что она в итоге пишет то, что хочет сказать Адилю. Но в итоге не может отправить, потому что тот все-таки копнул вот как раз таки насчет этого телеграмма. Я узнал, что переписки в телеграме можно восстановить онлайн. Я сейчас этим займусь. Как? Непонятно вообще. Вот. Ну и мать и сын, которые… Я не видел отдель, чей номер нашел, потому что шрифт был маленький, не разглядел. Зрение плохое. Но сейчас увидел. Хозяин того самого дома. Короче, что-то готовят. И в следующей серии будет, мне кажется, жарко. Вот. И все. Как вам серия? Как вам реакция? Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей серии.